Исторический момент для Франции. Бывший президент Пятой Республики Николай Саркази признан виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к тюремному заключению на три года, однако два из них будет отбывать условно. Подробности этого громкого преступления узнаем у нашего корреспондента. Добрый вечер, Алия. Напомните вкратце, в чем обвиняли Николай Саркази? Добрый вечер. Бывшего президента сегодня судили за события семилетней давности. По версии следствия, в 2014 году Николай Саркази при посредничестве своего адвоката пытался выведать у высокопоставленного судей информацию по уголовному делу, касающемуся финансирования его президентской кампании. Дело называется о прослушках, поскольку вся доказательная база была собрана через телефонные разговоры. За ценную информацию, судье обещали пост в Монако. Процесс начался в конце ноября, и вот сегодня суд огласил решение. Вот это вот решение, три года лишения свободы, в том числе год тюрьмы, за решетку отправится только Саркази или его адвокату? Вообще, обвинение просило решить экс-президента свободы сроком на четыре года. Суд признал его виновным в коррупции и трафике влияния. А прокуроры настаивали на том, что проступок Саркази серьезно подорвал имидж президентской власти в стране. Я процитирую слова судьи. Николай Саркази использовал свой статус, политические и дипломатические отношения, чтобы вознаградить судью. Как бывший адвокат, он был прекрасно осведомлен об этических обязанностях своего адвоката. Так вот, адвокат Николай Саркази, Тьерри Эрцог, также приговорен к трём годам лишения свободы, один из которых он проведет в тюрьме, и ему запрещено в течение пяти лет заниматься адвокатской практикой. И судья, которого просили добыть информацию, Жильбер Азибер, также признан виновным в пассивной коррупции. Ему назначено аналогичное наказание. Вера? Спасибо большое. У вас всё, да, Алиас, с информацией. На прямой связи из Парижа была Алиаса Сдыкова. Напомню, Николая Саркази признали виновным в коррупционном преступлении.